приветствую вас на обзоре очередного велосипеда давненько их не было и этот я разыскал по моему с прошлого года или весны этого точно не вспомню листва лежит я в три четвертых значит определенно было немножко прохладно собственно к велосипеду это пока не видно что но подозреваю что это bulls моего премиальника sharp tail 2 диск тут состояние конечно убийственное или убитая лучше сказать потому что велосипед был куплен чисто как средство передвижения из пункта а до б то есть на учебу ездить по самым различным условиям однако не совсем целевая покупка вышла действительно слишком много всего может этот велосипед потянуть а племянник не этот который со мной едет другой все-таки в основном используют асфальтовые дороги но велосипед просто масштабнейший колосс огромный не знаю какие еще эпитеты выразить но когда ты сидишь на нем и смотришь вот вниз на налево на шоссейный велосипед он кажется таким спортивным таким lambo lamborghini на таким маленьким руль огромный что и говорить весь этот масштаб конечно чего туда весит 15 и 7 килограмм вроде бы весь общий вес данного велосипеда и это без вот абуз замка которую вы можете увидеть которым не задевал за ногу левую но племянника не задевает у него стиль педалирования наверно другой поэтому не задевает свет тут немножко по компонентам так вот эта штука для телефона по моему света трилок л.с. не знаю какой л.с. 700 с чем-то я не помню как они точно называются принципе довольно таки хорошие протестированные и лицензированные для немецких дорог свет спереди то есть он не мигает значит можно в германии использовать сигма базовый компьютер не знаю показывает чисто скорость и сколько ты проехал но и на том спасибо сантур вилка диски спереди 180 сзади я не уверен сколько и да вот эти огромные покрышки на 57 миллиметров ну куда такое серьезно куда такое найти для такого дела условия конечно будет сложно у нас седло сели италия вроде такой медленный медленная пенка которая медленно под тебя подстраивается типа для меня она совершенно неудобная была неприменимая подставка это совершенно нормально так вот это не нормально кроме наклейки все остальное конечно грязно full and велосипедный магазин по-моему был в нем и показывал цвет велосипеда мне разве что вот нравится зеленый конечно зеленый черный это классический такой естественный цвет что ли на заднем фоне то есть траву можно увидеть и землю земля черная трава зеленая вау здесь конечно все убитые но работает на пятки стоит сказать это сэра бюджетная и спереди система куда еще бюджетнее по моему 22 евро что ли стоит это альтус если память не изменяет от шимана и сзади тоже свет от трилок по моему в комплекте вообще идет не самый лучший не самый лучший то есть он показывает только напрямую назад но сбоку сложнее увидеть педали вел вел гол тоже не совсем удобные топталки то есть если ездить барфу барфутах или в мягкой обуви то конечно будут давать о себе знать лучше топталки просто с рельефом взять они такие железные железными клыками наверное вот эти крылья от sks x blade дороже всей системы данного велосипеда и на колесах я забыл упомянуть тоже кучу всяких led-шек племянник понаставил так что велосипед вечером мигает как елочка просто стикс скорее всего подозреваю что это какой-то оем бренд bulls bulls очень много чего конечно производит том числе интересные и байк варианты сейчас я вроде как прокачусь до в первый раз на велосипеде без боковых колесиков и сложно тут план баланс найти собственно придерживаюсь я за ящик в котором можно скидывать старую одежду она пойдет на помощь неимущим или как их называют короче те нуждающимся ну да и конечно тест-драйв на парковке это что-то мтб ну серьезно сложно найти условия у нас для 57 миллиметров вилка делает свое на делает свое друг причем и прочистил помыть единственное чистое вместо в велосипеде в том числе что я хочу сказать по найнеру из плюсов вот в основном сейчас конечно критика была но именно поэтому это бюджетный вариант и поэтому все стоит воспринимать через призму более приземленную да он не стоит 1000 евро он там 500 стоит евро всего лишь и из плюсов скорость скорость определенно 15 7 килограммов весит это легче чем специалист который тестировал тоже на канале просто мтб наберите в поиске и тот двухподвес весил не помню сколько меньше но он был 26 дюймовым а этот 29 и это велосипед серьезно быстрее его нужно раскочегаривать это конечно есть такое дело есть такое дело но когда ты раскочегарил тебя уже сложно остановить конечно накат не сравним для шоссе племянник и тут я звук вроде убрал он начал забывать всякие песенки от скуки уже потому что скорость конечно совсем не его было и он в этой поездке просто не знаю сколько он там крутил один ватт на килограмм веса тела максимум да здесь немножко динамичная съемка это характерная черта моего оператора то есть это традиционные кадры но них велосипед лучше или хуже не станет и вот здесь мы угнались за шоссейным велосипедом мы думали сейчас он едет от нас далеко но учета не уезжал не уезжал и мы ехали 31 но потом я дал немножко жару 35 37 что ли была скорость в любом случае вердикт по mtb 29 на мой взгляд абсолютно имеет место быть если ты на бюджете конечно же вот такие аппараты они терпят много как мой племянник вообще ни за чем не следит и велосипед до сих пор есть несмотря на самые бюджетные компоненты за такие деньги конечно сложно приобрести шоссейный велосипед но на найнер можно поставить селики так называемый то есть не нужен такой протектор вообще нигде ни разу никому и тем самым увеличить базовый накат велосипеда это самый лаконичный самый бюджетный способ увеличения наката в принципе любого велосипеда это смена покрышки но если в принципе задумался именно вот о таком виде не из-за нужды а из того что просто хочешь найнер это там круто не знаю то пометок ну нужно два раза подумать о том что действительно тебе нужен такой колосс такой гигант на дороге обычного общего пользования есть ты в основном катаешь по лесу то сто процентов этот велосипед твой выбор возможно не в таком весе хотя это и не важно я бы предпочел конечно такой велосипед любому 26 дюймов 27 5 и хотя на 27 5 я еще не катался спасибо за внимание будь верным до того обогнали шоссейник на харте или угу угу на тимо